Техасская корневая гниль Фематотрихопсиасомневора Грибной патоген поражает более 2000 видов растений. Основными растениями-хозяевами заболевания являются хлопчатник, люцерна, виноград, яблоня, а также декоративные, лесные и овощные культуры. Возбудитель техасской корневой гнили в настоящее время присутствует в юго-западной части США, Мексике, Венесуэле и Ливии. Техасская корневая гниль является заболеванием с достаточно сложным токсономическим положением и запутанностью на этой почве. Возбудитель обнаружен в 1886 году в штате Техас, США и от этого несет свое название – техасская корневая гниль в частности. Возбудитель техасской корневой гнили вызывает внезапное увядание и гибель пораженных растений. Заболевание проявляется в виде пожелтения или даже более характерного проявления в виде бронзовости, бронзовой окраски. Листья при этом не опадают и сохраняются на пораженном растении до конца вегетации. Но этот характерный бронзовый красноватый оттенок, который можно видеть на этом слайде в виде поражения усохшей лозы виноградника, является тоже отличительным диагностическим симптомом проявления заболевания на вегетирующих растениях. Поражаться могут как корни, так и проявляется заболевание в виде поражения листьев, но при этом характерным отличием данного заболевания является то, что он не поражает ни семян, ни плодов растений. И распространяться может только с посадочным материалом, почвой, ну и все, что связано с перевозкой и перенесением посадочного материала растений. В отдельные годы поражение хлопчатника может достигать от 8 до 30 и даже до 50% во влажные годы. При этом ухудшается качество волокна, содержание свойств и всевозможных качеств получаемой продукции из хлопчатника. Возбудитель Поскольку возбудитель является почвенным организмом, он сохраняется в виде тяжей мицелия или склероции в почве и на поверхности корней поражаемых растений. При этом диагностическим признаком, отличающим эту болезнь от многих других корневых патогенов, является наличие именно склероциев в почве и при просмотре корневой системы растений. И в случае благоприятных условий для развития образование характерного и свойственного только этому патогену игольчатого мицелия. Только этот вид образует характерный игольчатый мицелий, диагностирующий конкретно данного патогена. На поверхности почвы возбудитель образует такие сросшиеся так называемые спороматы, проявляющиеся в виде сплошного такого мицелияльного образования, заметного при этом в виде очагового распространения. Данный возбудитель, в частности на посевах люцерны или хлопчатника, вызывает такие круговые очаги своего распространения. На данном слайде можно как раз и увидеть, как выглядят эти спороматы у основания зараженных растений на поверхности почвы. Они образуют такой пушистый слой в виде дерновинок диаметром от 2 до 30 см, ну и толщиной до 0,6 см. На более поздних стадиях заболевания кора пораженных корней разлагается и становится заметной центральной часть цилиндра, которая проявляется в виде красноватой или буроватой окраски, прилегающей к здоровой части ткани. Возбудитель обладает довольно интересными специфическими биологическими особенностями для своего развития. Он предпочитает щелочные почвы, причем такие с низким содержанием кислорода, то есть плотные, глинистые, плохо проветриваемые. И поэтому наиболее таким тоже значимым и отличительным признаком обнаружения этой болезни как раз являются такие загущенные посадки, где как раз это все может в более явной форме проявляться. Склерозы сохраняются длительное время, до 10-12 лет и являясь источником инфекции в течение длительного времени, оптимальные температуры для развития этого патогена являются 16-17 градусов. При исследовании на возбудителя техасской корневой гнили следует обращать внимание на поражение листьев, корневую систему растений и обнаружение склероций. Склероции, которые можно обнаружить на пораженных корнях, мелкие, темные, размером до 1-2 мм, округлые или веретиновидные формы, собранные в цепочки или клубочки, кремово-белого, как правило, со временем темнеющего цвета. И со временем на поверхности может образовываться мицелий, который как раз и имеет вот эту игольчатую характерную форму образования. Наряду с лабораторными методами идентификации на основе микроскопирования в настоящее время разработаны молекулярные методы исследования на основе как универсальных, так и специфических праймеров с целью точного подтверждения данного патогена. Патоген сохраняется очень длительно в почве и не поддается обычным мерам борьбы с патогенами. Наиболее часто используемый подход заключается в снижении кислотности почвы, использовании сульфата аммония или фосфата аммония. Применяют также глубокую вспашку почвы после сбора урожая, посадку устойчивых травянистых культур, таких как сорга, злаки, кукуруза. Продолжение следует...